Вот еще проделаем еще раз для уверенности. Вот я согнал стружку к центру и подаю ее. Как мы видим, сразу вырисовывается второй полюс радиальный. Часть стружки улетает. Чем интенсивнее подаю ее, тем больше ее разлетается. Вот такая вот особенность. Если двигать этот шарик, то мы как бы уплотняем эту стружку и эффект продолжается. Вот она довольно сильно уплотнена. Такую себе силовые линии, которые можно реально пощупать. Увидеть. Как это использовать, такое вот магнитное поле кольцового магнита, я покажу дальше. Каким образом можно генерировать электрическую энергию таким образом. Не пересекая, вот при пересечении проводника магнитного поля вот так, естественно, будет возникать много вихревых встречных токов. Потому что здесь одно направление, тут отсутствие, здесь следующее. По всей вероятности, использование таких магнитов в магнитных генераторах не стоит, не целесообразно, так как много будет встречных потоков. Лучше использовать однородные пластинчатые магниты. Итак, кольцевые магниты. Это срез тора. Вихревые, вихря. Плоскость. Плоскостной срез. Что я не увидел в интернете по подробности по строению. Вот все показывают очевидные вещи, но никто не обращает как-то на это внимание. Так, если мы возьмем шарик, положим центр, то мы увидел импульс. Если бы он был более сильным, то можно ожидать, что шарик пролетит. Посмотрим, возможно ли. Если взять опилки, то их намагничиваю. Дальше замыкаю вторым магнитом. Что происходит? Как видно, намагничивание происходит таким образом, что показывает, что существует два магнита. Один полюс, два встроенных магнитного в кольцевом. Здесь уплотнение. Здесь будет рыхлое распределение. Посредине ничего нет. То есть идет один магнит, один полюс и в центре противоположный. Теперь, если вот такая явная картина. Уплотнение в центре. Сейчас вместо шарика я сдвину в центр стружку. И так вот я подаю туда, в центр ее. Простой эксперимент, который показывает, как покидает металлическая стружка магнитное поле, магнитную яму так называемую. Как угодно. Берем шарик и подаем туда или не шариком, рукой. Часть стружки улетает. Небольшая часть. Все зависит от скорости подачи. Такое, использовать кольцевые магниты в генераторах при пересечении вот так проводником, естественно, нет никакого смысла. Потому что идут, здесь неоднородное магнитное поле, в центре вот оно замыкается, радиально отсутствует, а здесь по краям противоположное направление. То есть проводник, пересекая, будет испытывать, будет возникать магнитное поле, будут возникать встречные токи. Каким образом можно использовать это для генерации электроэнергии, я покажу позже.